Как Маслова сняли? Ну, это не депресса. Мне не хочется, чтобы о покойном, знаете, плохо думали. Он столько выиграл. Жолотой мужик. Ну, дедушка тоже любил женщин. А кто не любит женщин? Ну, это правда, что у него была девушка Клава здесь в Киеве? В Федерации футбола работала. Вы правильно знаете. Правда, да? Да. И у нас, когда дело было 60 лет, нет, 65, и там танцевали, ну, собрались на конче завтра, наоборот. Отметить, да? А все это дело, приехали. Приехал же и папа, приезжал, только он не зашел, поздравил, вот там подарок. Щербицкий, да? Выпил с ним на улице, но не заходил, чтобы не видели. Ну, и так разговоры, наверное, у него было, чтобы команда у него, и для него все. Оно так и было. Он много сделал. Конечно. У нас ЧП сколько было? Ни одного не посадили. Понимаете? Все вот так. Трек молчит. Молчит папа, и все. Итак, день рождения его, 65-летие. Все гуляют, празднуют. Ну, все там были. Шабрали, Бомон. Приехал его сын, да? И сын был. Из Москвы. Жена не приехала, Катя. А приехал сын. Ну, и выпили, посидели. Ну, начались танцы там. Ну, что герои, жене поехали. Все, машину, еще кто-то с женой со мной. Въехали мы с этой базы. А потом танцы начались. Там у нас кинозал, где мы прокручиваем кино. И убрали стулья и танцы. Ну, вот она танцевать пошла. Клава. Клава с сыном. И танцует. И выпила. И начала ему мольку все. Понимаете? Ну, все. Все можно знать. Рассказала. Ну, это правда, что она ему сказала, я с твоим отцом живу, да? Да, да, да. Все, я же вам не хочу переводить. Он приехал и рассказал матери, да? Он после этого сел поезд, поехал в Москву. Как раз после игры я пришел домой, сижу. Бабушка же не дает мне выпить. Жду, когда она заснет. Тяжело, что и кушать не хочется, понимаете? После матча, конечно. Ну, да. В это время звонок. А я уже прилег к кровати, жду, когда моя засопит. Не выдержал, встал и иду. Ты куда? Я говорю, в туалет. А в туалет я справился под банной. Там у меня. Ну, как тебя? Выпился. Иду, когда опять звонок. Я не хотел. Почему не подходил? Потому что болельщики такой гонят после игры. Не хочется говорить. А у всех телефоны были, у многих, да? Ну, да. А тут я взял. Думаю, сейчас напихаю. Куда уже? 12 часов. Слышу, дед говорит. Виктор, ты не спишь? Я говорю, да не спишь ты, Виктор Саш, после игры. Мне тоже. Ты можешь подъехать? Я говорю, могу. Ну, тихонько говорю. Вы, пожалуйста, не звоните. Ну, начал. Болельщик. Не звоните мне. Пойду. Пошел. Кто звонил? Болельщик. Со мной думаю, как смыться? Лежу. Смотрю. Захрапел. Я говорю, чтобы не вставать. Подкрывать. Открывать же. Хорошо-то доходу. Подкрывать. Прополз. Тихонечко. Спортивный костюм одел. Ключи от гаража. Хорошо, что у меня рядом. Госпитальная. И, понимаешь, тут дом стоял. Госпитальная 2. Там 2 выезда. Можно так и так. Я открыл гараж. Машину завел. Вышел. Гараж прикрыл. Посвесил замок. А там смотрю, стою. Не еду. Потому что с какой стороны бежать будет сейчас. Смотрю, с горы бежит. Я прямо раз. И рванул. И наверх поднялся на пещерскую. Захожу. Сцена. Но я уже привык к нему. Он сидит. Он никогда же не спал после игры. Это игрок не спит. А ему на скамейке в 2 раза тяжелее. Я представляю, как болельщику тяжело. Тоже ж тяжело. А дед живет еще в 2 раза тяжело. И вон, я захожу, сцена. Дед в трусах сидит. И 3 девушки. Я посмотрел. Всех 3. Две с ансамбля. Верского, наверное. С Верского. И одна с березки. Хор веревки. Веревки. Тоже танцует же там. А он же в трусиках и бюджетах. Жарко. Уже ж под дезой. Думаю, что он позвал. Я в сцены, конечно. У него с 2 бутылки. Я заехал в это еще. Ночью. Где я возьму? Заехал в Днепр. Там швейцар знакомый. Ночью торговал. Ну, денежку зарабатывал. Я сразу взял 2 бутылки. Прихожу. Дед говорит, зачем брал? Полный холодильник у него. Кушать всего. Чего? К нему ишли, девочки. Покушать всегда все есть. Витька. Я говорю, что. Меня обидели. Я говорю, как обидели? Говорит, 3. Обидели. Вы что? Издевайтесь на вас. Стакан коньяка выпилась. Уже уже храбринулась. Потому что они мне сказали, что у нас в команде ни одного мужчины нет. А я смотрю на него. Ну, ладно. Наивая себе еще коньяк. Александр, а вы куда-то пойдете гулять? Возьмите пару девочек. Пройдитесь. Он говорит, нет. У меня там комната. На кухне у него комната большая. Ну, в Цыковском доме напротив большевика. Хорошая квартира. Большая очень. И вот он, там у него тахта стоит. Холодильничек тоже там есть. Иди, говорит, отдыхай. Я говорю, я еще не выпью. Еще раз выпью, пойду спать. Нет. Ты больше не будешь пить. А я никак не понял. Выбери себе. Вот, пожалуйста. Они пьяненькие так смотрят на меня. Кого же вы? Я знал одну девочку. Давно. Я выбрал. Пошли. Она, появляясь, через час опять. А что-то она кричит. Ну, пьяненькие. Значит, в общем, понравился. А стараясь, скакивает меня. В общем, изнасировали. Третью.